Фиксики Фиксики Большой секрет Фиксики Велосипеде Я бы тоже прокатилась И я бы не отказался Вам нельзя Почему? Дим Димыч мой друг, а не ваш Он только меня звал Заведите своего человеческого мальчика Пусть он вас и готовит Дим Димыч, ну что поехали? Нет, тут в колесе дырка Я его накачиваю А оно сдувается И что же делать? Я думал ты поможешь Ты же Фиксик Ну, я это еще не проходил Погоди Что я? Игорь, стойте Там колесо сдуло У велосипеда На котором только друзей катают Пожалуйста, помогите Надим Димыч ведь только твой друг А давайте У него спросим Вдруг он всех не дру Уже много тысяч лет колесо служит человеку Предком колеса были катки Такие круглые бревна, которые подкладывали под груз Однажды люди догадались отпилить от катка круг и насадить на ось Получилось колесо С ним стало гораздо удобнее Затем изобрели спицы Металлический обод и мягкие шины И люди начали колесить по свету на самых разных полосках Гончарный круг, мельницы, часы Где только не применяются колеса А с появлением паровоза, парохода, автомобиля Колеса заполнили весь мир и даже добрались до Марса Колесо одно из самых простых и самых удивительных изобретений человека Фух, снял Что дальше? Теперь вытаскиваю камеру Вот эту резиновую кишку? Её самую Где-то в ней дырка Подкачай, Дим Димыч! Посмотрим, откуда воздух выходит Так, Нолик, ты ничего не увидишь Почему? Дырка может быть совсем маленькой Как же её найти? Для этого нужна вода Зачем? Да, зачем? Я понял, зачем вода Нолик, видишь тут пузырьки? Ой, пузыри! Это воздух выходит из дырки Значит, дырка здесь Нолик, ты гений Ура! Я нашёл дырку! Чур, я её заклею У меня в помогаторе есть резиновый клей Дырка здесь Я заметил место Сначала резину надо просушить Уже сухо! Теперь пей! Готово! Еды! Ну всё, можно ехать Ура! Игрик, Шкуля, вы с нами? А нас никто не звал А он вас позовёт Правда, Дим Димыч? Конечно! Ведь мы же друзья! Поехали! Колесо, колесо Экономит нам время и ноги Колесо, колесо Колесо катит по дороге Колесо, колесо Колесо, колесо От аллеи и лужа и колы Колесо, колесо, колесо Катит по простору Колесо, колесо Выручает зимою и летом Колесо, колесо, колесо Колесо, колесо Катится по свету Колесо, колесо Может! Лехимо Да Помнете, Ура! Только Да Хоп прямо И тут на Землю неожиданно Нападает инопланетный корабль Да! Если подмога успеет вовремя Мы спастены Быстрее, быстрее Раскружаемся Быстрее Дим Димыч, мы пришли играть О, вы будете инопланетянами Какими еще инопланетянами? Обыкновенными Которые прилетели захватить Землю И все здесь разрушить Не хотим мы ничего разрушать Мы лучше будем машинистами поезда Машинистами? Да вы ничего в железных дорогах Не понимаете Это мы-то не понимаем Люди очень давно придумали рельсы Но сначала они были деревянными Только в конце 18 века Начали делать рельсы из металла На первых железных дорогах Локомотивов не было А вагоны прицепляли к лошадям Потом на смену лошадям пришли паровозы В их топках сжигались трава и уголь В котлах кипела вода А фар вращал колеса Тут уж без фиксиков не обошлось Ведь кому-то нужно было следить за паровыми машинами Паровозы Паровозы теперь ушли в прошлое Зато появились электропоезда Которые мчатся по железной дороге Почти со скоростью самолета Все равно вы будете инопланетянами Железная дорога моя Значит, играем по моим правилам Разгрузка закончена Поезд отправляется Вот сам и играй, Чук-Чук И буду Эй, почему стоим? И так не едет Ни туда, ни сюда Симка! Нолик! Вы где? Обиделись, что ли? Мам, а папа скоро придет? Нет, а что случилось? На нас напали инопланетяне Надо срочно починить поезд Иначе мы все погибнем Компот будешь? Эх, компот тут не поможет Симка, Нолик! Я же знаю, что вы здесь Простите меня, если я вас обидел Ну, пожалуйста Никто, кроме вас Не спасет землю От инопланетян Ладно Опять уговорил Так Проверим рельсы Нолик за мной А я быстрее! Ау! Вот тебе и быстрее Зато я нашел разрыв Дим Димыч Тут рельсы разошлись Вижу И что? А то Поэтому поезд не едет Твоя железная дорога Работает на электричестве Но в электровозе Который тащит вагончики Нет батарей Электроэнергия к нему Поступает через рельсы То есть каждый рельс Это еще и провод По которому течет ток Если рельсы разошлись То электрический ток По ним течь не может А без тока Двигатель электровоза Работать не будет Соедини рельсы И поезд пойдет Так Так Хоп Ура! Есть контакт! Ну что? Теперь давайте играть? А по каким правилам? А по каким захотите? Поезд мчится вперед Его ведет Муженис Нолик Неожиданно появляется Инопланетный корабль Приветствую вас, земляне! Я прилетела из другой галактики! Чтобы все здесь разрушить? Нет! Чтобы все здесь починить! Воздушный шар Не попадешь Запросто! Так каждый может А ты попробуй, чтобы мяч сначала От дома откачил Легко! Ой! Что мне от родителей будет? Может позвать Симку? Симка! Ой! Что нам сейчас от Симки будет? Ну что? Доигрались? Мячом надо играть на улице Теперь придется люстру чинить А как? Туда только мой папа дотянется Почему только твой папа? У тебя же есть воздушный шар! Он не летает! Он игрушечный! Это для тебя он игрушечный! А для нас, Фиксиков, самый настоящий! Если какой-то предмет легче воды Он всплывает Точно так же Любой предмет летит вверх Если он легче воздуха Всем известно Что горячий воздух Легче холодного Поэтому для того Чтобы воздушный шар полетел Воздух в нем нагревают С помощью специальной газовой горелки И чем больше шар Тем больше людей Он может поднять в воздух Я все понял Но ведь нужна горелка Чтобы у Фиксиков не нашлось горелки Ха! Вот именно Снимай шар А я пойду уговорю родителей Нет, нет и нет Человеческий ребенок Не должен нас видеть Ты же знаешь, Симка Мы не одобряем даже то Что он видит вас с Ноликом Он не будет смотреть? Ну, папус Ну ты же сам рассказывал Как тебя готовили к полету На космическом корабле Да Два года я был дублером Но так и не полетел И на воздушном шаре Ты тоже никогда не летал Вот и договорились Я их уговорила Только одно условие Не смотреть Ладно Можно Можно Горелки достать Есть Достать Разрешите взлет Взлет разрешаю Поехали Ура Полетели Не смотри Кто его придумал Братья Монгольфье Воздушный шар После фиксиков Первыми воздухоплавателями Стали животные Баран Петух И утка И только после того Как эти трое Благополучно прилетели Целых 4 километра На воздушных шарах Отважились летать люди А воздушные шары С тех пор еще по-другому Называют Монгольфьерами Ура Здорово Симка Передай своим родителям Огромное спасибо Ладно Кстати можно уже смотреть Слушай Симка Я тоже хочу на шаре полетать Ну нет Нолик Тут нужна горелка А огонь детям Не игрушка Я придумал Мне же все равно Шаг на место вешать Так я вас покатаю Ух ты Класс Симка Мы с тобой Прямо как братья Монгольфье Почему же они братья Ну ладно Как брат и сестра Монгольфье Крючок Уху Симка Прыгни Брик Зачем вы сцепили фиксиборды? Так по работникам веселее И я Брик А он Гик Здрасте Вещи не по назначению используйте Ну-ну О, а как надо Приходите в школу Узнаете Мы как раз хотели Сначала Познакомьте меня с родителями Сегодня Жду Опа Крючок Ненадежная штука Зато многофункциональная Крючок Не просто удобная вешалка для курток и ключей На стройке крюки подзомных кранов переносят грузы Рыбаки берут крючки на реку, а альпинисты в горы Ведь карабин это тот же крюк, но с застежкой Крючком с длинной ручкой бабушки вяжут шарфы В кино у пиратов часто вместо руки торчит крюк Да что там, даже крюк и когти птицы скрючены Чтобы колоть орехи и держаться на ветке Простите Вы в порядке? Ещё спрашиваете Простите Сколько фиксиков уже поймали на крючок? Что? Это не мое А с виду солидный фиксик Знаете, вы тоже не в том возрасте, чтобы лихачить Хотите сказать, я старая? Да, то есть нет Ну, знайте Ну, мудрели Опять вы? Как вы тут оказались? Пропустила поворот Кстати, где я? В научной лаборатории Дайте-ка угадаю, вы здесь работаете Ой, догадливы А вы не очень Может, поможете? Тут, если только крюком Вы не против? Тащите Советую вещи использовать по назначению Я тоже был рад вас видеть Уже поговорили? С кем? Ну, вы же сказали позвать родителей Бася Бася? Дети? Вы? Вы родитель мальчиков? А вы тот самый профессор в школе фиксиков? Возмучительно Вы кое-что забыли Это вы придумали? Моя школа Вообще, они у меня воспитанные Бабушку? Многие фиксики Домоседы Но это не про Басю В молодости Я частенько переезжала С места на место Где я только не была Как-то в Крыже Станчилась внушку Эйфелевой башни Когда ее строили А в Англии Чилый лучшайник Самой английской А левый Было весело Но иногда одиноко Все изменилось Когда я увидела на свалке Две шестеренки Ржавые Ну, хорошенькие И похожи Один в один Я их отмыла Ставила часы А они раз И приводили Дикой фрика Теперь мы с семьей Живем в человеческой квартире Но мы здесь не задержимся И в следующее путешествие Я поеду уже не одна Получается, дедус вас на крючок поймал Да, именно так Прошу заметить Благодаря ему я вас спас Смешно вышло Я еще подумала Что за вредный старичок меня тащит Как вы кричали Я чуть не оглох Так а нам в школу Теперь можно ходить? Думаю Здесь вам будет Чего поучиться Только без ваших шуточек Вот это мы не обещаем Но постараемся Ты дышь Парашют Пасуйки Вообще-то я фритка Разве вас отличишь? Ну да Нолик, мы опаздываем Бой, у нас же урок Про парашюты А вы знаете, что мы с Геком Лучшие в фиксе парашютисты? Не может быть Мы и вас прыгать научим Нам некогда Да мы разок прыгнем Зато в школу придете готовенькие Синка, давай на минуточку Интересно же И вы все знаете о парашютах? Ага Парашют похож на большой зонтик В собранном виде он умещается за спиной А в полете разворачивается при помощи специального механизма Прочная ткань Инновидно раскрывается, как купол Воздух мешает ему спускаться быстро Так что даже большой человек может не бояться упасть Но парашютный спорт Это все равно не шутки Тут нужна специальная подготовка Сноровка И панкипировка Вот, надевайте За качество поручаемся Помогатор-то сними Синка, да никуда он не денется Ладно Разочек Главное Вовремя дернуться это кольцо Ну, поехали Ура! 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 Класс! Ха-ха! Это еще что? Ну как? Лучше, чем в школе? Мы опоздали! Бежим! Ну теперь-то куда спешить? Сейчас будет самое интересное Ох, страшно Страшно, круто! Вы с ума сошли! Разобьемся! Уху! Ха-ха-ха! Е-хо-хо! Так, с меня хватит Молик, пошли! Ой А как мы сюда залезли? Ах, помогаторы! Опа! Ха-ха! Эй! Прыгайте! Прынесите! Помогатор! Да раскроются! Прыгай! Да нет же! Это они такую фигуру делать будут? Ага Круто! Помогатор! Сюда! Сюда? Хе-хе! Нет! Я больше не полезу! Ух! Учего не понимают? Помогай! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Таргай за кольцо! Затлинило! А-а-а-а! Шишки! А-а-а! А-а-а! Запасно! А-а-а! Что здесь происходит? Дедов, мы просто... В школу прогуливаете. Да. Оригинально. Чья работа? О, здравствуйте. Здравствуйте. Это наш парашют. А это наши друзья. Брик и гид. Только наоборот. Блесницы? Прекрасно. В какой же школе вас этому научили? Мы дома учимся. Ага. Учиться чему-то новому можно не только в школе. Многие человеческие дети по всему миру занимаются дома. И физики тоже. Везде свои плюсы и минусы. В классе, например, учеников много. Могут и не спросить. Дома же, когда учишься один на один, нужно всегда быть готовым на отлично. Как же одноклассники, спросите вы? Ведь вместе веселее. Когда я был спорником, то иногда очень любил ненадолго от всех спрятаться и в тишине поломать голову над какой-нибудь задачей. Да. Но на самом деле не так уж и важно, учишься ты дома или в школе. Главное делать это с интересом. Ну вот что. А в мой класс пойдете? Мне такие ученики нужны. А помогаторы дадите? Конечно. После экзамена. А фиксиборды? Это пожалуйста. Цветофор. Красный. Желтый. Зеленый. Поехали! Дима Димыч, чего стоим? Видишь зебру? Здесь машина должна пропустить пешехода. Хорошо. Спасибо. Счастливого пути! Чего опять стоим? Тут зебры нет. Зато есть шлагбаум. Нужно пропустить поезд. Ух ты! Вот это да! Привет, Нолик. Прыгай к нам. Смотри, какой у меня светофор. Это настоящий светофор? Здорово, да? Ага. Какой он красивый. Нолик, ты куда? Стой! Зарвали! Ты с ума сошел? Куда ты несешься? Я... Я хотела посмотреть, какой тут классный светофор. Был. Мне его папа только сегодня подарил. А ты? Это ты должен был меня пропустить. Ты на красный свет перебегал. Светофор это фонарь, который подает разноцветные сигналы транспорту и пешеходам, чтобы они не помешали друг другу на дороге. Красный свет значит стой, никуда не двигайся. Желтый означает внимание, приготовься. А вот начинать движение, например, переходить к улицу, можно только когда загорится зеленый сигнал светофора. Все равно, перед этим надо обязательно посмотреть по сторонам. Понял. Дорогу переходит на зеленый. Это даже малыши знают. Так там зеленый горел. Нет, красный. Зеленый? Красный! Зеленый, честно. Может, ты вообще дальтоник? Да, может быть. А дальтоник это кто? Тот, кто не различает цвета. Не понимает, где красный, а где зеленый. Это я. Да, да. Ха, ты никогда цвета не путал. Ну-ка, какого цвета вот эта тумбочка? Красного. А самолет? Зеленый. А я, а я какого цвета? Серобурмалиновый. Вкрапин. Чего? Правда, дальтоник? Бедный. Вот, я не виноват. Ладно, дома разберемся. А со светофором что делать? Починим и светофором машинку. Какого цвета машинка? Синего. Хорошо. За работу. А ты посиди. Напутаешь еще что-нибудь. Дорога – опасное место. Тут столько автомобилей и пешеходов, и все торопятся по своим делам. Но будьте осторожны. Даже если водитель заметил пешехода на дороге и нажал на тормоз, до остановки машина проедет еще угу-гого сколько метров. Чтобы не было беды, уважайте друг друга. Собрался переходить дорогу? Найди светофор, зебру или знак с пешеходом. Прямо с тротуара посмотри налево и направо. Далеко ли едут машины, мотоциклы и даже велосипеды? Если близко – не спеши. Ну а вежливый водитель сам остановится, если увидит тебя издалека. Чтобы быть заметней, носи на одежде специальные влекающие элементы. И тогда на дорогах будет порядок. Готово! Дим, Димыч, проверяй! Включаю! Все правильно? Да, по местам! Ну что, пойдем? Поехали! Поехали! Ой, нет! Вы же все перепутали! У вас везде зеленый горит! Попался! Никакой ты не дальтоник! Ты просто симулянт! Я? Угу. Угу. Ой, да. Особенно вот в этом месте. И еще вот тут немножечко. А симулянт – это кто? Ха-ха-ха-ха! Рюкзак Все, уроки готовы! Пошли играть? Дим, Димыч, разве так рюкзак собирают? Ну да, а что? Ты же теперь ничего там не найдешь. Найду. Да, ну вот найди линейку. Вот. А ластик? Сейчас, сейчас. Да где же? Не получается. Какая жалость. Да это рюкзак такой дурацкий. Рюкзак не виноват. Если аккуратно сложить, все само найдется. Это из помогатора все само в руки падает. Точно. Вот что мне нужно. Помогатор. Помогаторы бывают только у фиксиков. И у меня будет. Сейчас сделаю. Ха! Не сможешь. Сможет. Я ему помогу. Ну-ну. Рюкзак – это мешок с лямками для плеч. Его придумали для того, чтобы переносить тяжести на длинные расстояния. И чтобы освободить руки. Рюкзак помогает держать осанку и не сутулится. Ведь вся нагрузка переходит на мышцы спины и позвоночник. А сколько важных вещей можно уместить в рюкзаке. Особенно, когда в нем полно карманов. И тогда все сложено аккуратно. Сначала рюкзаки были тяжелыми и неудобными. Их сделали из дерева и кожи. Такие мешки носили древние охотники. Потом появились рюкзаки из брезента. У путешественников и военных. А сейчас рюкзаки стали такие легкие, что по плечу даже дветям. Испытания первого в мире человеческого помогатора начинаются. Я готов. Достать из рюкзака, ой, то есть из помогатора, ластик. Есть. Опа. Ух ты. Достать ручку. Есть. По техническим причинам объявляется перерыв. Испытание первое. Знаю, знаю, знаю. Начинайте. Достать ластик. Угу. Ну, допустим. Достать ручку. Ого. Живейка. Ура, помогатор. Класс. Испытание первого в мире человеческого... А где, Норик? Придет. Позже. Испытание... Проехали. Давай сразу к делу. Начинай. Ластик. Это мы уже видим. Ручка. А линейку? Линейка. Боробанная тропь. О. Не может быть. Ну-ка, ну-ка. Все ясно. А достанька... Учебник. Учебник. Ку-ку. А учебник слабо? Нет. Учебник это тяжело. Да. Изобретатели. Ваше изобретение нужно доработать. И я знаю как. Как? Научиться складывать вещи в рюкзак. Аккуратно. Аккуратно. Долго и скучно. А сейчас будет весело. Аккуратно. Аккуратно. С утра собрался в школу. Рюкзак с собой бери. Рюкзак с собой бери. Рюкзак с собой бери. Там всякие приколы поместятся внутри. Поместятся, поместятся, поместятся внутри. Без рюкзака, без рюкзака. В дороге просто пропадешь. А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь. Аккуратно. 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 Далеко пойдешь. Без рюкзака. Без рюкзака. Лифт. Абус, Мася, там это. Что там? Там Дим Димыч в цирк идет. И что? Мы хотим с ним. Можно? Исключено. Одни? Без взрослых? Ну как без взрослых? А родители Дим Димыча? Ну потихоньку. Тихоньку. Одни нас не заметят. Ну если там будут родители Дим Димыча. Ура! Разрешите. Стойте. Я еще не сказала. Да. Да. Симка, Нолик, вы где? Мы опаздываем. Дим Димыч, поторопись. Я сейчас. Мы готовы. Давайте сюда лезьте. О, сразу видно. Идем в цирк. Что это было? Кажется, лифт сломался. Не волнуйтесь. Слушаю. Мы тут в лифте застряли. Поняла. Ждите. Лифт починят, в течение полчаса. Так долго? Теперь мы точно в цирк опоздаем. Дим Димыч, мы за папой с мамой. Они все исправят. Лифт нужен в больших домах, чтобы подниматься на верхние этажи. Когда человек входит в лифт и нажимает на кнопку, включается электромотор. Он тянет трос, на котором висит кабина лифта. И лифт едет на нужный этаж. На другой конец троса, перекинутого через колесо, обычно цепляют тяжелый груз, противовес. Он уравновешивает лифт и помогает электромотору делать его работу. Хм, в чем же причина? Кажется, тут что-то застряло. Так, вот и причина. Давайте скорее чинить, а то мы весь цирк пропустим. Ну, цирк мы и сами можем устроить. Внимание, представление начинается. На арене цирка канатоходцы. Не смотри вниз! Лучше я вообще никуда смотреть не буду! Выступают воздушные гимнасты! В арене Филачи! Так, ротом зажала! Я знаю, что делать! Смертельный номер под куполом цирка! Матя, ты куда? К электромотору! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если лифт по какой-то причине внезапно остановился, не пытайтесь выбраться из него самостоятельно! Нажмите на кнопку вызова диспетчера и ждите, когда вам помогут люди! Или фиксики! Я на месте! Включай! О, починили! Так быстро! Теперь успеем! Зря ты переживал! Стой! Тут высоко! Тем днем мы через цирк без нас! Не расстраивайся, Норь! Наш цирк был не хуже! Правда, папа? Конечно! Спасибо! Это ты к кому? Как к кому? Тем, кто починил лифт! Консервная банка Так, что еще? Фонарик! Походе пригодится! Слышь, Дим Димыч, для меня не забудь место оставить! Я тоже в походе пригожусь! Не забуду! Только папе на глаза не попадись! А ты, Синке, не проговорись, что я с тобой иду! Ладно! И, наконец, консервы! Привет, Дим Димыч! Нолика не видел? Не! А с кем тогда ты разговаривал? Я... Просто надпись читал! Куда же Нолик делся? Симка! А вот... Зачем консервы так закрывают, что их даже попробовать нельзя? Как зачем? В консервах самое главное что? Сгущёнка? Ха-ха-ха-ха! Самое главное в консервах то, что еда в них долго не портится! Ведь от чего начинают гнить мясо или овощи? От того, что в них размножаются бредные микробы! Если этих микробов сначала удалить, а потом не подпускать к еде, то она будет храниться долго! Именно поэтому консервные банки плотно-плотно закрывают, чтобы внутрь вместе с воздухом не попали вредные микробы! Так, говоришь, Нолика здесь нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, и правда, его тут нет! Хе-хе-хе-хе-хе! ДОМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОМИЧНАЯ МУЗЫКА Где? О, я вспомнил! У меня же еще одна банка есть! Что-то здесь не так! Смотрите! Эту консерву мама еще давно выкинула, а я припрятал! Вот и пригодилась! А ты кому сказал, смотрите, мне? Ээээ... Ну, и себе! Нас же здесь двое! Гляди, какая отличная банка! Да не отличная! Постой-ка ее на пол! Видишь? Что? А, ну, кривая чуть-чуть! Чуть-чуть? Да она вздулась! А это значит, что внутри размножились вредные микробы и консервы испортились! Правда? А ты проверь! На банке всегда пишут, какой у нее срок годности! Даже консервы рано или поздно портятся! А что уж говорить о йогурте или молоке! Они могут испортиться всего за несколько дней! Если вы что-то покупаете в магазине, обязательно посмотрите срок годности! Это день, до которого еду нужно съесть, а после которого она может испортиться! Срок годности обычно написан на упаковке или на банке! Будьте внимательны! Не покупайте и не ешьте продукты, срок годности которых истек! А уж если банка вздулась, сразу ее выбрасывайте! Будете из нее есть, вздуется живот! Увы, если еда испортилась, починить ее невозможно! То даже фиксики не помогут! О-о-о! Срок годности кончился еще в прошлом году! Значит, правильно мама эту банку выбросила! Ах ты, подберушка, дядя Хрюшка! И сам бы отравился, и папу бы отравил! Да-а-а! Остальные-то банки не вздулись? Да нет! Ну, пока! Жаль, что я Нолика не нашла! Ему папу с хотел свой помогатор подарить! Нет! А-а-а! Попал я! Ха-ха-ха! Я так и знала, что ты собираешься с Дим Димычем сбежать! Вроде не честно! А прятаться честно! Дим Димыч, ты готов? Готов! Отлично! Тогда вперед! Ура! В поход! Я тоже хотел в поход! Мы тоже в поход пойдем! Честно? Честно-пречестно! По соседнему дому! Видел, какой он огромный? Навигатор 2, 3, 4 Стоп! Чья очередь? Моя! 5! 1, 2, 3 И... И... Погоди, я думаю! Направо или налево? Думай быстрее! Малик, ну что там делаешь? Ничего! Стою на месте! Вот и стой на нем! Фаер, ходи! Что это? Это мой фикси-тап! Ой! У нас же урок в школе! Бежим! Отыграй! Потом! Как только фиксик начинает ходить в школу Ему выдают фикси-тап Это такой маленький компьютер, который может все Или почти все Учиться с фикси-тапом одно удовольствие Его можно читать, как книжку В нем можно писать, как в тетради Он позволяет слушать музыку, смотреть фильмы Находить дорогу, переговариваться И переписываться с друзьями А еще через фикси-тап можно выйти не только в обычный интернет Но и в секретный интернет фиксиков И узнать новости из их мира В фикси-тапе даже есть игрушки Хотя, конечно, лучше бы их там не было А то уж больно они отвлекают от учебы Я знаю короткую дорогу! Сюда! А теперь куда? Я думаю Налево или направо? Думай быстрее! Не помню! Так И что теперь? Вернемся назад Мы отсюда прилетели? Нет, отсюда! А по-моему, отсюда! Кажется, заблудились Ой! Только без паники Я просто ойкнул без всякой паники Все из-за тебя! Из-за твоей короткой дороги! Как же мы отсюда выберемся? Не знаю Но на урок мы точно опоздали Из-за некоторых Я же не специально! Теперь из Дедуса попадет! Что с тобой? Кажется, я нашла выход! Где? Здесь! Я вспомнила! У нас же тут есть навигатор! Класс! А что это такое? Навигатор Это такая электронная карта Которая помогает находить дорогу Навигатор умеет определять место, где ты находишься Например, по сигналам со спутников А если ты еще введешь в него адрес места, куда ты хочешь попасть То навигатор проложит туда маршрут А потом он всю дорогу будет подсказывать тебе, куда нужно поворачивать, чтобы ты добрался до своей цели Так, сейчас мы здесь А куда нам надо? Как куда? В школу! А где она? Не знаю, что ли? В лаборатории профессора Чудакова Тяжелый! Введите адрес Лаборатория профессора Чудакова Подождите, прокладываю маршрут О, проложил! По навигатору нам сюда А вы чего ждете? Со мной! Если вы вдруг отклонитесь от маршрута То навигатор сам... Вот и опоздавший Вы сегодня пропустили важный урок Мы заблудились Извините А мы, между прочим, изучали навигатор Подумаешь? Мы его на практике применяли Да! Он нам помог найти дорогу Но раз так, то вам повезло Двойки я не поставлю Но в следующий раз не опаздывать А мы в следующий раз Не пойдем короткой дорогой А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет До сих пор Ну как Большой секрет Большой секрет Большой секрет Большой секрет А мы не используем В ДВось Субт-п preço Большой секрет